Добрый день, я Наталья Комаренко, мне 45 лет, у моего среднего ребенка, Владимира, редкостное генетическое заболевание, синдром опица коведжи. Он является единственным человеком в Украине с таким диагнозом. В обуви в июле этого года исполняется 17 лет. Это синдром, который поражает полностью весь организм. Когда плод развивался, на каждом этапе поражался какой-либо орган. Поражалось сердце, поражались почки, дыхательная система, опорно-двигательная система. В каждом органе у него есть заболевание сопутствующее. Беременность проходила легко, это была моя вторая беременность. Никаких признаков, что что-то будет не так абсолютно не было. Когда родился, сразу стало видно, что что-то пошло не так когда-то. У него была гипоксия и остановка дыхания была, до того, чтобы первое сразу синюшнего цвета родился. Было понятно, что ребенок нетипичного склада, нетипичного развития, расширенный нос, маленькие уши. Нас когда-то даже фотографировали студенты мединститута, что наши уши, что может быть мы когда-нибудь защитим какую-то диссертацию. Но никто толком ничего не мог понять, что это, потому что, так как выяснилось, что такого никогда никто не видел, то вызвали, думали на синдром Дауна, но не синдром Дауна. То есть все врачи, которые были в роддоме, разводили руками. Этот синдром нам поставили уже, когда Вове было 13 лет. Поначалу не могли поставить им инвалидность, потому что не могли понять, по какому диагнозу поставить. Истерики, грубо говоря, то есть эмоции, истерики, как бы объяснить ни себе, ни где что произошло, как бы это невозможно. Долго как бы шло принятие, ну как, не то, что принятие, ну то есть как бы вопрос отказываться, речи не было. Вот хотя мне врачи до двух лет, по сути, жизни Вовой, говорили отказаться от него. То есть дословно была фраза «посмотри на себя, посмотри на него», типа отдай его в центр и рожай дальше. Он голову держать не будет, будет сидеть в коляске, зачем тебе эта травка? Ну даже речи об этом не было, то есть как бы мы приняли его сразу и без вариантов. Муж принял, у него даже вообще мыслей не было, у него все время каждый день приходил с работы, все нормально, все нормально. Вот, он мне все время, наоборот, говорил, типа, а что с ним не так, типа, а что с ним не то. Ну то есть даже никого мыслей не было, и было дать. Где-то до полутора лет он вообще лежал как травка, он не мог не пошевелиться, не голову поднять, то есть не переворачивался, ничего. То есть вот после где-то полутора лет у него пошло немножко развитие. То есть он не соответствует своему возрасту, по развитию он отстает, да и значительно отстает. С 10 лет присоединился еще эпилепсия. Это является одним из симптомов этого синдрома, что он тоже может присутствовать. В 13 лет нам знакомые посоветовали другого генетика обратиться в центр. Мы обратились, она сказала, что наш единственный вариант узнать, что это, это сдать анализ на геном человека, где четко было приписано, как у нас диагноз, вот этот синдром опица коведжия. Эти дети, которые носят этот синдром, они либо погибают еще в трубе матери, либо до года жизни. Мы поняли, какой у нас диагноз, поняли, на что нам надо акцентировать моменты, потому что этот ген задевает ген сердца. И вот те случаи, которые описаны по миру, что эти люди носили такое заболевание, у них смерть наступала вследствие внезапной остановки сердца. То есть нам надо периодически делать как бы УЗИ сердца, контролировать. Вова в 5 лет самостоятельно пошел, то есть он не нуждается практически в нашей поддержке. Хотя нельзя сказать, что он идет спокойно, как здоровый человек. Есть небольшое пошатывание, то есть если не знакомая местность, то он может не упасть, но поддержка ему нужна. И он может не попроситься в туалет, может под себя сходить. Сам он не кушает, да, Вова нуждается в постоянной окружении, постоянной помощи, постоянной, как бы, чтобы кто-то с ним был рядом, потому что Вова сам себя мало контролирует, сам себя не может накормить. То есть он ложку может взять, но может не довести ее до рта. То есть вроде бы ведет, но может в любой момент ее перевернуть. Из игрушек, хоть и вот сейчас ему будет 17 лет, но мы находимся на довольно раннем, как бы, развитии. У него есть любимый планшет детский, где он слушает музыку. Потом любит очень музыкальные разные книжки, сказки, песенки, он их запоминает. Любит сказывать пирамидки и прыгать на мяче. Самый любимый предмет, который у Вовой есть, это зеркало. То есть это мы заметили где-то с двух, с трех лет, что он начал обращать внимание на тень свою. И потом как-то плавно перерастут на зеркало, причем зеркало может быть любое, не обязательно маленькое. Когда он находится в каком-то стрессе, в какой-то истерике, его это зеркало успокаивает. Мы его всегда относим с собой. То есть если на какой-то предмет сказать ему, Вова, посмотри, он смотрит на этот предмет через зеркало. Развитие Вовы с трех лет мы его оформили в центре реабилитации, но больше как бы по типу как садик идет. Ходит в этот центр, где есть массажист, есть психолог, есть ЛФК занятия, общеразвивающие занятия. С девяти лет он числится в пятнадцатом интернате на надобном обучении. То есть к нам учителя приходят домой. И сейчас Вова перешел в девятый класс по программе. Ну, конечно, он отстает, то есть это практически по бумагам. Ну, самое элементарное, что Вова может понять, принять. То есть пытались там, ну, то есть буквы, цифры мы учим, но сказать, что он их знает, то вроде как до сих пор мы не можем понять. Есть моменты, что он может назвать буквы, на него же слово. Как такового общения у нас как бы слова и нет, ну, с ним трудно. Он как бы не идет на контакт, но при этом он хорошо знает, где его родные и реагирует именно на брата и на сестру. На другие детей он даже, по сути, не реагирует. То есть проходим по улице, он их и не замечает, и нет. То есть вот именно своих он знает. Да, Вова у нас средний ребенок, старшему сыну у нас 20 лет, Дмитрий, и вот мы 4 года назад все-таки решились на еще одного ребенка. И 4 года назад у нас родилась еще девочка София. Вот и вот София и Дима, они очень, София хоть самая маленькая была, и то есть она в год прекрасно понимала, что Свове нужна помощь, то есть она его направляла, она его за руку ведет, берет и ведет его. То есть контакт у них какой-то внутренний, настолько Дима так вообще, 6 лет мы ходили в бассейн, он научил плавать, то есть Дима никогда, кстати, другие дети спрашивали там, а что с ним, а что с Вовой не так, а что с Вовой, ну, то есть замечали как-то вот, ну, что Вовой не такое. Дима никогда даже в детстве никогда не спрашивал, а что с ним, то есть он никогда не замечал каких-то отклонений, то есть абсолютно спокойно воспринимал, ну, типа, брат, это же брат. Я стараюсь, честно, про будущее как бы не думать, потому что это как бы больная тема для всех мам детей с инвалидностью. Будем с мужем стараться как бы максимум дать волю, все, что возможно. Будем стараться жить долго, чтобы как бы не обременять никого, как бы самим принятие, то есть на каждом этапе, то есть, ну, там, ну, родился, ну, такой, ну, в три года может станет типа лучше, может что-то изменится, то есть в надежде, что что-то изменится, что-то станет лучше была как бы постоянно. Так, чтобы сказать, чтобы я уже поняла для себя, что, ну, вот он такой, ну, уже, ну, наверное, ну, наверное, в Вове лет 9-10 было уже точно, То есть мне все время вот, что мы перерастем, что-то изменится, что-то станет лучше, что-то... Сейчас уже как бы я, по сути, отпустила ситуацию. Ну вот он живет, уже хорошо, что он живет как бы. То есть уже стараться гнаться там за какими-то волшебными таблетками, уколами. Потому что все, что мы только не делали, чем мы только не пробовали изменить ситуацию. Поддержка, конечно. Поддержка мужа, близких помогала. Единственное, что друзья приходили на помощь, то есть психологически. И вот общество у нас как бы не готово к таким детям. И смеялись, то есть... Да, по сути, сейчас как бы есть люди, которые смеются, видят, то есть улыбаются, там тыкают. Окружающие, ну вот даже, наверное, на площадке, когда приходишь с маленьким ребенком, ну не с маленьким, даже с ребенком с инвалидностью, момент был, что садишь его на кассель и тут же от него отсаживаются. И, ну, либо мама ребенку говорит, отойди, типа... Ну, подальше, то есть... Были моменты в бассейне тоже поначалу, более там, ну, старшие дети. Был момент, что мальчик подплыл и начал вообще топить. Вот мы потом провели беседу с мальчиком, провели. И потом, то есть, ну, нашему обществу не хватает пояснений, объяснений, потому что после этого этот мальчик каждое занятие подходил к нам, помогал, ну, то есть общался, то есть мы там, когда они ходили, он в РТК к нам был. То есть он поменялся, то есть, ну, просто детям не хватает... Им не рассказывают. Да, да. И в этом вся проблема. Жизнь до Вовы и жизнь после Вовы отличаются вообще как бы что-то две разные жизни. То есть понятно, что с рождением такого ребенка жизнь меняется полностью. Что как ни крути, жизнь продолжается, что ребенок такой, но как бы мы-то живем. Вот. И начали, ну, видеть в жизни хорошие моменты. С мужем отношения у нас не изменились. То есть многие мне задавали вопросы, и у тебя же муж есть, либо другие мамы с инвалидностью детей, и они вроде... Ну, он так тебе же повезло, тебя же муж не бросил. То есть, ну, не совсем как бы корректно такой вопрос звучит. Как бы бывает, что семьи расстаются там, где здоровые дети. Как бы от этого не зависит супружеская жизнь. Ну, конечно, психологически, конечно, было трудно. Всем было трудно. Ну, как-то с этим и живем, как бы. Любовь, любовь обеждает все. Быть мамой ребенка с синдромом генетическим опица коведжа это одновременно и сложно, и важно, и очень ответственно. Но любовь, как бы, помогает преодолевать все преграды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...